Да, без проблем, то есть сделка удаленно делается, строят какую-то среду питания. Они действительно стараются делать так, чтобы здесь можно было жить. Все необходимое, то есть без проблем разместить можно. Как видите, газификация здесь проводится, все делается. Порядком где-то около 100-110 тысяч за квадратный метр. Да, то есть двухкомнатная квартира против почти 80-метрового домика трехкомнатного. Вот, если все это учесть, мы уже выходим на доходность порядком около, ну, от 60 до 80 примерно годовых у нас уже получается. Это все привлекло к тому, что цена квадратного метра увеличилась в разы. Друзья, приветствую! Прилетел в Краснодар, здесь приобрел один коттедж на перепродажу. И вот хочу вам показать, как это было реализовано, как это все выглядит. Просто вот такой процесс рабочих инвестиционных будней. Поехали! Это Сергей Панин, человек, который в Краснодаре помогает мне все реализовывать. Но не только в Краснодаре, но и в Москве уже приобрели новостройку с очень выгодной рассрочкой. Сергей, ну, расскажите, что это за проект, что за застройщик, что они строят, для кого, чтобы так понимать, во что здесь взялись. Да, конечно, Николай. Так, всем привет! Кратко расскажу о данной инвестиции. То есть, в целом, получается, это просто недооцененный, скажем так, недооцененный вариант на рынке. Вот поэтому как раз-таки я сам туда инвестирую и другим советую. То есть, тут ничего как бы сверхъестественного нету, просто цены на квартиры выросли, так как есть у нас администрация и есть трудности в городе с инфраструктурой. Вот, и из-за этого, само собой, администрация переложила инфраструктуру на застройщиков. То есть, если раньше застройщики просто строили дома, как хотели и где хотели, там разрешение давая с направо и налево, то с данным момента получить разрешение на стройку, если ты строишь некрупный жилищный комплекс, если ты не собираешься строить инфраструктуру какую-то, то есть садики, школы, сферы, невозможно. Само собой, это все привлекло к тому, что цена квадратного метра увеличилась в разы, так как вся социальная нагрузка, она как раз-таки предлагана застройщиков. Ну, это у нас коснулось именно только крупных застройщиков. В сфере ИЖС это невозможно регулировать, то есть невозможно просто частным лицам просто взять и запретить строительство. То есть, там это будет бунт, причем очень крупный. Само собой, администрация на такие вещи не может пойти. Поэтому, если мы говорим как раз-таки по данной застройке, по ИЖС, здесь гораздо-гораздо получается проще работать. Что-то у нас там стало. На выезде из аэропорта глобальная пробка. Все хотят обратно. Сергей, а вот про Краснодар я слышал такую проблему, что очень много людей сюда сейчас переезжает. И, ну, первое, это то, что гигантские пробки, и второе, то, что дикий недостаток инфраструктуры. Что с северных регионов все больше-больше едут сюда, в Краснодар. Вот есть ли такое, насколько это проблема, не проблема. Понятно, что тут у вас тепло, хорошо, но как с остальными? Если по поводу климата горит, действительно правильно подметили. У нас шикарный климат. Здесь, ну, скажем так, для многих это новинка. То, что можно просто фруктовые деревья себя просто выращивать. Причем даже не просто там вишню, яблоню. Ну, инжир у нас хорошо растет. То есть такой довольно-таки экзотический фрукт, вот можно сказать. А по поводу инфраструктуры, да, у нас есть некоторые трудности. Как раз-таки с этим администрация приняла такие решительные меры. То есть если говорить о Москве, то есть в Москве это давно произошло, то у нас сейчас только это перешли на такую тенденцию, что ввели, ну, переложить как раз-таки социальную нагрузку на застройщиков. Вот, по пробкам. Администрация отдельные меры принимает. То есть сейчас будут развиваться у нас как раз-таки, ну, такое наземное метро, как у нас горят. В Москве это МЦД. Ну, вот на подобии МЦД тоже железнодорожные станции у нас будут развиваться. Ну, и также трамвай. Это такой у нас главный классный способ передвижения. Если говорить именно, получается, о Краснодаре. Самый удобный, самый классный. Давайте я покажу пока вот. Это мы в феврале едем для жителей северных регионов. Порадуйтесь, какой февраль в Краснодаре. Сейчас где-то плюс... Плюс 6. Плюс 6, да, вот показываю. Тепло. Так, и что мы едем смотреть? То есть что это за компания, что она строит? То есть вы начали с того, что очень дорогие стали квартиры. А с домами как? А дома, само собой, у нас, так как администрация не может регулировать данный рынок, в таком формате, как регулируют именно многоэтажные дома. Вот, частные дома у нас не подорожали. И сейчас основной как разский поток и сюда направлен. Если брать в целом Краснодар, то, я не знаю, грех в квартире жить, потому что, когда у тебя есть свой двор, в который ты можешь поставить бассейн, и спасаться там от жары в нем, в своем бассейне, это на самом деле очень классно. А вот сейчас мы едем как раз вот слева, такие высотные дома, а справа это частный сектор условно, да? Да, да. Ну, то есть в границах города есть и частные дома, правильно я понимаю? Совершенно верно. Если брать сам Краснодар, это, наверное, единственный город Краснодар с такой архитектурой, то, что у нас в центре гораздо, ну, очень много частного сектора. И пока-то, скажем, реконструкция у нас не берется, администрация пока все переделывать, сносить квартал и делать уже как раз-таки какие-то новые здания. То есть это все охраняется. Поэтому частного сектора у нас пром очень много. Ну, и, конечно, если брать историю центра, то это в основном будет частички, то есть уже сложно найти где-то отдельный частный дом. Это будет общий двор какой-то на 5-6 человек, где там прям коммунами такими живут, очень интересными. Ну, это своя история. Это определенные, скажем, такие этапы очень классной жизни, которые Краснодар пережил и во что-то вылилось. Если мы говорим о новой стройке, то новая стройка, она идет немножко другого формата. Там правильные застройщики, то есть у нас есть несколько форматов стройки на ЖС. Есть частные застройщики, которые просто купил участок, построил, сам продал. Есть застройщики, которые строят это глобально, то есть вот с которыми как раз мы работаем, куда мы с вами проинвестировали. Чем они хороши, почему к ним стоит обращать внимание, то есть почему я сам туда инвестирую, то есть ну вот и другим советую. По одной простой причине, потому что у них есть все ресурсы и есть, скажем так, данные, быть действительно первыми на рынке. Вот. У данной компании, с которой мы приобрели, у них есть свой асфальтный завод. Для них не проблема потом будет в дальнейшем как раз-таки в этом коттеджной поселке сделать дороги. Помимо этого, а также у них есть свой бетонный завод. Они сами производят блоки, из которых дома и строятся. Само собой, это удешевляет производство. Они не закупают материал у кого-то, они сами себе материал производят. Ну, само собой, дом еще состоит, это фундамент, стены, крыша. Вот. Единственное, чего у них собственное производство нет, это, по сути, крыша. То есть лес они покупают, они сами не производят. Ну, и металлопрофиль они тоже покупают. Но с учетом того, что не покупает металлопрофиль в огромнейших количествах, то есть, само собой, вы понимаете, это будет гораздо выгоднее цена. Вот, получается, на выходе. А что получается по ценнику за квадратный метр в сравнении дома с квартирой? Какая разница? Если мы говорим про, в данном случае, квартиры, то средняя цена на квартиры в Краснаре в порядке где-то около 100-110 тысяч за квадратный метр. То есть это плюс-минус на разницу. Если смотреть на застройщиков, то там может быть и выше. Если смотреть на вторичный рынок, в который цены продаются, ну, это примерно как бы в районе 100, можно смело там 110, как бы, в зависимости от уровня жилья и класса жилья. Если мы говорим как раз по поводу домов, то дома сейчас порядком, ну, вот мы купили по 67 тысяч за квадратный метр. То есть ниже по стоимости. Хотя дом – это два объекта. Это сам дом и плюс еще и земля. А цена ниже. Это нелогично. Вот и это как раз-таки абсурдная ситуация. В ближайшее время будет рынком корректироваться. Рынок будет расти и стоимость будет увеличиваться. Потому что если посмотреть назад, то есть буквально там год назад, полтора года назад, то есть пока не было всех этих изменений, пока администрация не вмешивалась, скажем так, в, ну, пока администрация, скажем, не вмешивалась просто. В данном была какая ситуация? Ну, вот я, например, в 2016, предположим, квартиру покупал. Я ее покупал одновременно с братом, поэтому запомнил. Брат купил в тот момент дом, я купил квартиру. Я купил квартиру по 34 тысячи за квадратный метр. Брат в тот момент купил дом 100 квадратов за 5 миллионов, по 50 тысяч за квадратный метр. То есть в среднем он купил где-то порядком около 30% дороже по стоимости за квадратный метр, нежели чем, ну, относительно квартиры. Квартиры всегда были дешевле. А сейчас обратная ситуация. То есть, ну, и это очень логично, потому что цена будет расти. Вот. И, кстати, вот мы проезжаем, вот доставка идет, вот, подтверждение, что ИЖС у нас работает. Вот, ребята, блоки везут. Это как раз-таки отсев блок, из которых дома строятся. Ну, стройка идет полным ходом. И частные настройщики работают, и крупные настройщики работают. То есть, ну, потому что это очень выгодное направление. И, помимо этого, у нас еще также пандемия внесла свои коррективы. То есть, в данный момент, когда многие крупные предприятия пришли на удаленку, я думаю, для вас это тоже не секрет. Само собой, сидеть в квартире там, либо в больших просторах, но в своем доме, есть разница. То есть, это совсем другой уровень жизни. Это совсем другое качество жизни. То есть, это совсем, ну, так, если не знаю, там, у кого есть детей нету, то есть, может быть, это так сильно будет оценить, у кого есть дети. То есть, вот, Николай, как многодетный отец, явно-то это понимаете. То есть, не просто так вот там есть квартиры, сейчас сейчас за городом перебрались. Да, да. Да, слушайте, еду удивительно. И фоном в зеленая травка в феврале, это, конечно, прекрасно. Сергей, а что это за застройщик? То есть, насколько это крупный и надежный застройщик? То есть, нет ли тут серьезного риска, что все схлоплется? Если говорить про данного застройщика, данный застройщик начинал с малого. Он, как обычно, частный застройщик, там, покупал участки и строил дома там сам. В данный момент, благодаря тому, что поддерживают, скажем так, застройщика серьезные инвестора, они развились до самого крупного застройщика в Краснодарском крае. Вот, как они заявляют, они уже самые крупные в России. То есть, я эту официальную сотку пока еще не видел, как вот сейчас буду еще дополнительно просматривать. Самые крупные по ИЖСу, наверное? Самые крупные, да, да, именно по ИЖС, да, в формате. Ну, тренд это очень, сам так сейчас очень воспринимается, потому что многие застройщики также в Москве, Подмосковье тоже в ИЖС пошли. Я знаю то, что Пик они начали также строить на ИЖС. А самолет-девелопинг сейчас большой проект делает в Москве. Поэтому это очень классное направление. То есть, здесь есть инвестор, здесь есть деньги. Получается, по данным застройщику, у них в данный момент 6 коттеджных поселков в Краснодаре. Есть один полностью завершенный, один уже в очень хорошем виде, и есть несколько новых. Вот инвестировать в тот, который уже полностью завершен, смысла особого нет. Тот, который уже практически завершен, тоже большого смысла не вижу. А те, которые только остановятся, только там образовывается инфраструктура, вот там как раз-таки идет очень большой и сильный рост. Вот это как раз-таки цифры подтверждают. Инвесторы, которые ранее заходили, то есть, они уже заработали. То есть, в ближайшее время все равно рост будет, и это будет рост хороший. Сергей, а что по росту? Вот смотрите, я купил за 4 600, 4 билета 600 тысяч данный коттедж. 20% первый взнос по ипотеке Дом.РФ, семейная ипотека 5% ставка, то есть, меньше миллиона, вот первый взнос у меня, и 22 тысячи платежей в месяц. Мы платили, когда хотим продать и почем? Какая у нас стратегия? Очень просто продавать будем, когда будет дом готов. Потому что, как вы уже сами убедились, у вас стройчика готовых домов нет. То есть, у них все в стройке. И причем, сам-то дом строится, по факту, порядком около полугода, занимаясь строительством дома. Но мы, те варианты, которые приобретали, они идут у нас в порядок больше. То есть, сейчас на свободном участке, если мы купили там через год сдача, то в данный момент, то есть, мы с инвесторами покупаем, там уже через полтора года сдача у домов. То есть, это для понимания, насколько большая уже очередь у них образовывается. То, что это очень большим спросом пользуются. Они дополнительно, конечно, увеличивают сроки, потому что, если у них, ну, скажем, не вовремя они будут сдаваться, для них это будет проблематично. Потому что, так как банк участвует, а тем более, если нашу сделку рассматривать, он не получает траншами деньги, то есть, что это дополнительная безопасность также ваша. То есть, где-то не так, то, что взяли там, все деньги передали, если все, как бы, там застройщик потом потерялся. Нет, здесь такого нету. То есть, здесь переводится траншами. То есть, и последний транш переводится только после того, как дом уже сдан полностью. Ну, такая своего родная имитация, типа, как и скролл. Вот, можно сказать. Но мы через сколько примерно рассчитываем? Год? Через год, как только дом сдан, да, мы сразу же выходим на рынок, продаемся, по причине того, что, ну, строчка готовых домов не будет. И у покупателя, который будет приходить, будет два варианта. Либо ждать, например, тот же самый год-полтора и брать у застройщика, либо платить сверху, там, 200-500 тысяч и брать у нас. Само собой, то есть, ну, многие люди хотят здесь и сейчас уже, как бы, заезжать в свой дом, делать ремонт и жить. То есть, и смысла нету, то есть, жить на съемной квартире, например, там еще год. А Краснар, как раз-таки, это тот рынок, в котором очень большая миграция. И многие приезжают, у них нет своего жилья, и они, как раз-таки, становятся перед этим фактором. Либо снимай, не платя съемную квартиру, например, те же самые двушку, ну, 1020 ты будешь платить за год, а те же самые 240 тысяч. Ну, вот, плюс также получается, помимо этой инфляции, то есть, настрой материала, который, если, например, ты сейчас сделаешь ремонт, у тебя 500 тысяч обойдется, то через год, вполне вероятно, уже там 550 будет обходиться. Вот те же самые 300 тысяч разница, то есть, уже смысла нету, то есть, мы это делать. Поэтому, помимо этого, еще есть риски определенные, правильно? То есть, ну, как бы, рынок может еще гораздо сильнее вырасти, еще могут различить трудности. Поэтому люди без проблем в данный момент переплачивают от 200 до 500 тысяч и покупают уже готовые дома у тех инвесторов, с которыми мы ранее заходили. А достаточный ли спрос на готовые дома? То есть, нет ли такого, что застройщик-то хорошо продают, а вот частные инвесторы потом уже, вряд ли, нормально купят? Вы можете посмотреть, как... Ну, на вторичке, да? Да, понимаю, да, вопрос, это можно без проблем отследить. Вы можете, например, зайти на рынок, ну, квартиры, посмотреть, сколько в переуступке квартир продается. И то же самое сделать, например, с коттеджными поселками. Увидеть то, что, как бы, разница в 10 раз меньше. В 10 раз меньше приложений именно на вторичном рынке, как раз-ки, по домам. То есть, поэтому, скажем, многие, как раз-ки, покупают в принципе для себя, потому что, ну, инвестора мало кто-то распробовали, не все инвестора понимают то, что здесь есть хороший инвест. То есть, ну, не все этот умеют так анализировать, скажем так. Поэтому не все еще вложились, и здесь очень ниша такая не занята. То есть, самое время в нее ходить. Вот, а с теми, которыми брали, то есть, дома очень легко покупаются, то есть, проблем нет. Но вы уже продавали какое-то количество этих данных домов, да? Продавали, да, конечно. То есть, продавали и с ремонтом, и без ремонта. То есть, и так, и так делали. Вот, в целом, ну, пока ничего не могу сказать по цифрам. В принципе, получается на самом деле плюс-минус одинаково. То есть, ну-ка, краски делали, планировали ремонт. Может быть, на этом еще дополнительно позарабатывать. Ну, с учетом то, что временные затраты, финансовые затраты, ну, плюс-минус те же деньги выходили. Как будет в дальнейшем, я пока не знаю. То есть, будем так же анализировать, будем так же экспериментировать и будем смотреть. То есть, да и лучшие варианты подбирать. Но пока, в целом, плюс-минус одно и то же получается. Вот, Сергей, если мы взяли за 4 600, при этом внесли миллион своих, плюс еще где-то 220-250 тысяч ипотеки. То есть, затратим миллион триста, грубо говоря, там было 200 миллион триста на проект. По чем мы рассчитываем продать через год? То есть, вот какие у вас ожидания? В целом, получается, у нас будет, если будет обычный стандартный рост, просто даже обычный стандартный рост, ну, который я раньше обещал своим мастерам, и, ну, он и был, скажем так, у нас стоимость увеличивается в данном застройщике порядком около 200 тысяч каждые два месяца. Они, ну, в принципе, стандартно поднимают. То есть, это порядком около миллиона двести у них придет поднятие в год стоимости. Это если при обычном стандарте росте. Так как ситуация в данном росте нестандартная, то есть, я планирую, что будет рост выше гораздо. То есть, ну, даже если даже при стандартном росте, то есть, мы за 4,600 купили, грубо говоря, своих-то мы вложили там всего 900, плюс платежи по ипотеке 250, плюс, ну, при продаже там будет у нас еще затрат на части комиссии агентства, ну, как бы при продаже. Вот. Если все это учесть, мы уже выходим на доходность порядком около, ну, от 60 до 80 примерно годовых у нас уже получается. Если будет рост гораздо выше, то, само собой, мы заработаем гораздо выше. Когда Сергей говорит про доходность 60-80, это на вложенные деньги. То есть, относительно 4,600, это будет прирост. Ну, то есть, какая будет конечная цена? 5,500, 6 или сколько? Порядком около 30, ну, нет, там будет конечная стоимость, ориентируюсь где-то... Ну, те дома, которые мы сейчас на полтора года берем, конечную стоимость ориентирую где-то 6,700 примерно. А, даже 6,700. Да, да, да. То есть, это будет ориентируясь, на которую подбираться. Ну, и в целом... Ну, то есть, это более 30% прирост стоимости абсолютной. Ну, а, соответственно, с кредитным плечом это заметно больше получается. На вложенный 1,2 млн, еще чуть ли не полтора сверху. То есть, это да, это серьезно. А самое классное то, что можно как раз заходить как из господдержки, то есть, можно здесь из ипотека на АЖС, то есть, есть также годная программа по 6%, но там сумма займа будет составлять не более 3 млн. Либо мы можем рассмотреть как раз к семейной ипотеке, вот как мы с Николаем взяли, это получается до 5%, ну, это очень-очень выгодно в этом формате. Если покупать за наличные, то там есть определенные скидки, то есть, застройщик ко мне, скажем так, очень довольники лояльным, и само собой там есть дополнительные скидки, если мы покупаем, ну, как и... По большей степени скидки, конечно, за наличку у нас идут. Вот, там до полумиллиона можно скидки делать. Друзья, поделитесь, пожалуйста, вот у кого есть опыт инвестиций в Краснодаре, в Краснодарском крае, особенно в дома. Поделитесь, вот насколько у вас это сработало, не сработало, насколько вы заработали, не заработали, что с приростом цен. В общем, все, кто с Краснодаром имел дело, поделитесь, вот какой у вас опыт инвестиций. Ну, особенно в последнее время. Мы с вами вот здесь. Вот здесь мышечкой буду показывать. По городу Краснодару форму мы его видим, да, что у нас сейчас происходит. С прошлого года запретили перевод земель сельхозного значения в земли ИЖС. Соответственно, город у нас немножко ограничился по стройке, именно городской. Осталось немножко западного обхода вот здесь, территорий, немножко на гидрострое в эту сторону. Вот здесь уже хутор Ленина пошел, это уже не Краснодар, это хутор. И основная масса, основное пятно, это север города. То есть основная часть застройки идет в нашу сторону. Мы с вами находимся в самом эпицентре. То есть даже мыслиологически мы можем понимать, что здесь нормально. Далее, что касаемо инфраструктуры. Сейчас это заезд с М4 Дон, аэропорт вниз, наверх на Ростов. На море тоже вниз едем. Вот отсюда заезжаем. Это один-единственный. Единственная дорога в прошлом году открыли, вот здесь Лоцманскую. Что делаем мы? Мы делаем дублеры. Через крепость вниз будет проходить дорога. Вот ее сейчас не хватает, буквально метров 800. Вот здесь она будет соединяться. Эта дорога напрямую на плодородный поселок и через него на парк Галецкого. Вот сюда, на стадион Краснодар. Из нововведений, да, из новше, что у нас интересненького. Вторая улица Кирилла Росинского. Вот так, сквозь поселок будет проходить, но не насквозь. Не на М4, на выезд, а тупиковая вот здесь. То есть это только функционал выезда. Въезда не будет. Проездная будет в одну сторону. Вот здесь сейчас строится крупный ТЦ, трехэтажный, формата Красной площади. Фудкорты, магазины, четыре кинозала будет. Вот здесь будет крупный строительный формат Леруа, либо БАО-центра. Строит застройщик Ан-Сити. Вот тут Ашан. Перспектива примерно полтора года. И что будет очень интересно, по расположению края крепости, вот он у нас, отсюда, по диагонали вниз, вот так, через ВКБ новостройки, будет проходить большая зеленая пешеходка именно до парка Галинского. Она будет гигантская. Уже согласовали с городом. Уже есть она в градостроительном плане. Вот мы, это выгрузка с сайта администрации, парки, зеленые зоны, озеленение. То есть вот мы, вот здесь будет большой парк, тоже 30-гектарный. И вот здесь, между железной дорогой, как буферная зона, вот здесь порядка, ну 30 гектар это много, вы понимаете масштаб. Огромная зеленая зона, которая будет убирать шум от железки. Ходит товарняк два раза в сутки, утром и вечером. И вот она дорога пошла вниз, вот она аллея зеленая, которая вот сюда выходит, вот он парк Галинского пошел. То есть план развития очень масштабный и по дорогам, и по инфраструктуре. Если говорить про инфраструктуру именно для жизни, жилую это школы-садики, да, вот здесь на Кирилла-Рассинского школа в сентябре запускается огромное, на полторы тысячи. В ЖК дыхание, школа, детский сад, все муниципальное, я сейчас озвучиваю. Школа, детский садик тоже муниципальный. У нас на территорию крепости заезжает школьный автобус, забирает детей и везет вот сюда, в индустриальный. Мы сейчас с вами едем по направлению к плодородному, к выезду на парк Галинского. Вот это уже все распродано, то, что мы видим по левому, по правую руку, это все продано, люди уже, кто-то живет, ну вот здесь вот не живет, конечно, но еще делают опивку внутреннюю. По заборам. Заборы мы делаем после отключения газа. Сейчас газифицировались первые шесть кварталов и потом в очередности мы продолжаем газифицировать. Как только газ завели, вам сделали заборчик, чтобы ничего не рушить, не перетаскивать. По нормативам минимум должен 28 дней фундамент отстоять в таком положении, чтобы он немножко уселся и потом в дальнейшем на него стенки уже возводить. Вот это все наша территория, то есть все, что мы видим, это слева, справа, это мы. До тех высоток? Практически да. Внешняя стенка кирпича у нас идет, утеплитель, потом пеноплекс и блок. Блок мы производим сами у нас в свои заводы, соответственно, для нас это дешево. И получается, что стройка для нас высокомаржинальна в плане заработка, но для конечного потребителя она довольно дешево выходит. По сравнению с конкурентами, которые этот же блок покупают. Вот мы сейчас по первой очереди с вами едем, где... А участок со всех сторон вот таким кирпичом, да, закрыт? Фасадный забор, внутри профлист. Ну, здесь люди, видимо, посогласовывали себе, пошли им на встречу, разрешили сделать попозже. Попозже кирпичный. Нет, это фасадная улица, здесь их будут обязывать делать обязательно. Без подключения шаратных курочек, так и останется. Потому что, когда дело одна от земли, кто-то сделает лучше. На пульте управления фасадный конкурент. Это релетные ворота. Базовая комплектация включена, то есть они у вас будут. Без подключения шаратных курочек, вот так и останется. Потому что, когда дело одна от земли, а потом сделают лучше. На пульте управления фасадный забор, фасадный конкурент не включен. Если топловой участок включен, а плавная, то есть они не будут. Если бески включат, то это будет согласовывать. Не факт, что согласовывают. Коридка ровно такая же подостоять. Здесь у нас базово три сотки. Когда говорят, что три сотки невозможно жить? Нет, три сотки. Это огромная площадь. Здесь как раз помещаются качельки и все, что нужно, чтобы детишки играли, делали. Здесь можно поставить как раз кибаню модульную, то есть большую. И так же получается, еще остается место для бассейна, как раз кибанкасная, которая сборная, и в углу очень мангальная зона. То есть все необходимое, то есть без проблем разместить можно. Как видите, газификация здесь проводится, все делается. Вот, а газ уже получается перепортал получше. На самом деле, прям, меня даже впечатлила идея, что действительно вместо квартиры ты можешь взять вот такой себе дом, который, конечно, интереснее. Да, официально. Да, совершенно верно. Поэтому это я спросом пользуюсь в данный момент. Пойдем? Давайте. Кажется, что у нас на трехотах. Базовая тресла. Да, три сотки. Это у нас, прошу прощения, загрязь. Конечно, погода отвратится. Семь на двенадцать, три адреса прайсовая, три спальни и кухня-столовая. Походите, посмотрите, насколько комфортно по комнатам. А сдаете вот прям так, с какой отделки? Нет, это шоу-рум. Это демонстрация, чтобы вы понимали геометрию, масштабы, размеры. Сдаем плит чистовой. Белые ровные стены. А то есть они выровненные ей, как бы, ну? Да, штукатурка. Ну, по-честному, штукатурим серой, сначала цементной, потом белая гипсовая, потом на два слоя шпатлюем именно шпатлевкой. А пол, так, просто ручка. Пол стяжка, да, у вас там плита идет. Ну и тут тоже без ничего, да? Да, там со штукатуркой будет серой, гипсовой. Санузел черновой сдается, с разводкой на... Ну, вот как здесь, смотрите. Выводы есть? Вот они. То же самое касаемо электрики, разводки от отмения на радиаторы. Электрику мы готовы корректировать под вас. Если, допустим, нужно, к примеру, пробочий поверхность 5 точек, мы сделаем. 32 точки идет на вот такой одноэтажный базовый, 56 на полуторный и 72 на двухэтажный. Вот это газовое оборудование. Так вот это газовое оборудование. Ну, котел... Не конкретно. Он в комплекте или это свой? Он в комплекте, мы его выдаем. Первые 8-10 месяцев у вас висит электрический котел. Это важно. Не сразу, да? Не сразу. Электрический котел и электрический дойлер. От 10 до 15 месяцев в данном сроке по подключению газа после получения варных ключей. Потом приезжает наш техник, снимает электрическое оборудование, бесплатно вешает газовое, подключает уже котел. Вот так выглядит разводка. На теплый пол и на отопление на радиатор. А теплый пол у вас здесь? Теплый пол – это литоп-услуга. 3000 рублей за квадратный метр. Если хотите, можете воспользоваться компанией. Если не хотите, то вы можете призвать своих техников, которые вам его разложат, мы зальем. Не вопрос. Вообще, я рекомендую разводить теплый пол, потому что... Теплый пол – это круто. Ну, это дом. Здесь обычно живут семьи с детьми, где дети бегают. Если мы хотим полноценную мансарду с фронтонами и с окнами, это 500 тысяч рублей. И мы вам это делаем, да, от компании. А тогда как-то заход туда? У вас врезается, тогда лестница оставляется. Ну, типа отсюда, да? Смотрите, Николай, мы в демонстрации. Здесь максимально сделано с данной лярности просто. Чтобы вы зашли, и вы сразу уснулись в эту лестницу, которая по центру. Понятно, что половинки вообще ее убирают в дальний угол, прорезают и делают это все аккуратно и красиво. Ну, да, что вот сейчас же квартира, получается, у вас примерно столько же можно взять, не знаю, какую 45-метровую квартиру, получается, да, 50-метровую квартиру, примерно, да. Ну, 50-метровую квартиру, да. Здесь дом, да. Да, интересно. 50 метров глубиной гражданская максимальная скважина, то, что мы делаем, да, все, что свыше 50, это уже артезианская вода, мы не можем. Септик у вас 8 кубов на глубине 3 метров. Вот это, вон, как раз зелененький. А, да, это зелененький. А, да, это зелененький. В смысле, а у каждого своя скважина, да, получается? Индивидуально полностью все. А, а. Свой септик и своя скважина. Вот так. Вот так это дело выглядит. Вот здесь насос, да, и есть. Насос. Один погружной, один здесь поверхностный. Один оттуда нагнетает, другой в дом. Ну, здесь уже выполнена разводка на полив, автополив. Ее, конечно же, не было. То есть базово вот так, с лючком это все было. Отдается на переднем фасаде у нас стандартный цептик. Он дренажирный. То есть из него все, что не твердые отходы, оно вытекает. Какую-то центральную, да, сливную? Тебя туда обычно заливают бактерии, которые перерабатывают органику. Конкретное обслуживание снизаторами в среднем раз в два года по опыту предыдущих поселков. То есть вы полностью автономная плата. Как они туда влазят-то через такой люк обычно он широкий? Как туда он влезет? Человек. Ну они же обслуживают, нет? Они большую вакуумную трубу засунули, которая еще там делает крупным. Целая система. Я вот с коллегами только буквально сегодня мы это вопрос обсуждали. Ничего, это не надо. По коммуналке. Очень дешево. Это свет, это газ, это вывоз мусора. А сколько вы накрутите свет, а сколько вы накрутите газа? Тарифы имеется в виду. Такие же городские стандартные, дешевые, да? Ну, по аналогии, да, в среднем у людей на такой домик с двумя детьми уходят, ну, в тысячу три с половиной в отопительный сезон. В летний тоже, по-честному скажу, будет выходить столько же, потому что у вас будет кочегарить сплит, круглосуточно. Летом жарко очень. Интересно, можно вот в новостройке взять 50 метров какие-нибудь такие за эту цену, либо домик с участком. Да, то есть двухкомнатная квартира против почти 80-метрового домика трехкомнатного. Ну, это, по сути, евро-четырешка будет, да. То есть три отдельные комнаты, еще кухня-гостинар 20 квадратов. Реально евро-четырешка по меркам квартиры. Вот как, чтобы выбрали вы? Понятно, что во всем есть свои плюсы-минусы. Вот вы за что? За дом или за квартиру. Сергей, а какие категории инвесторов у вас есть? То есть кто в основном сейчас покупает в Краснодар, а в Краснодаре дома? Кто инвестирует в это дело? А кто, может быть, наверняка и для себя покупает? Или вы именно с инвесторами работаете? Вот как у вас? Работаю с инвесторами, с теми людьми, кто для себя покупает. Вот. И на самом деле покупают и те, и те, ну, в хорошем количестве. Но в большей степени люди, конечно, рассматривают там все-таки для себя, для жизни. С инвесторами не все хотят, скажем так, инвестора, с которыми работаю. Ну, такие как бы мелкие объекты, скажем. То есть если инвестора, которые заходят, покупают там сразу же какие-то большие коммерческие площади, вот, им проще так работать. Ну, и чтобы меньше заморочек было, посадить туда какой-то стрит-ритейл, либо ягодного арендатора. То есть, ну, магнит-пятерочка. И просто получать как раз свои проценты. Данная история, получается, она на самом деле многие не рассматривают, потому что думают, слишком много будет заморочек. В данный момент, получается, мы проезжаем спортивную школу. Вот она находится непосредственно в близости как раз к этажному поселку. После нее у нас идут ряд пятиэтажных домов. Вот, то есть это будет именно пятиэтажные дома. Дома, кстати, тоже хорошие. Вот, они, правда, не продаются. Они будут уже продаваться после полной готовности. То есть здесь, ну, скажем, строщик имеет возможность строить свои деньги. То есть они строят, и потом уже готовы будут продавать. Вот, слева от нас эта зона равняется, как раз, сейчас там чистится. Здесь у нас будет строиться торговый и развлекательный центр. Вот, готовность его ориентируется где-то 23-24 год. Вот. Далее уже, получается, как раз, у нас идут коттеджный поселок. Коттеджный поселок изначально позиционировался в закрытой территории. То есть, как бы, построили, поставили человека даже, который там пускал-пропускал. В данный момент территория открыта, то есть, скорее всего, на этап стройки. Потому что, в принципе, в самом коттеджном поселке живут порядком, ну, всего лишь, там, около 100 семей. То есть это новый коттеджный поселок, и за счет этого он и привлекателен. Вот. Ну, несмотря на то, что он новый, это вот так он начался уже, да? Вот с зелененькими крышами это у нас предыдущий затрочек был компанией ССК. Ну, и если бы точно, это компания Загород, точка ССК. И они как раз, скажем, занимались здесь стройкой, земля была их. Компания, в которую мы привели, получается, они выкупили их землю, и на этой земле как раз начали строить уже свой коттеджный поселок. Тоже, к примеру, буквально год назад приезжал в этот коттеджный поселок, там было две дырки вырыток, одна под септик, вторая под фундамент, и все. В данный момент уже у нас есть дорога готовая, есть пешеходные зоны, есть уже зоны, получается, для основы, ну, как бы, для основки общественного транспорта, то сразу же выделяется. То есть, эти ребята, вот мне, чем они нравятся, то, что не просто, как частные строщики, которые просто построили дома, и спасибо, мы заработали денег. Они действительно строят какое-то среду обитания. Они действительно стараются делать так, чтобы здесь можно было жить. То есть, та же самая улица, это широкие дело, чтобы это было комфортно и удобно. Посмотрите, какие широкие улицы. Вот мы заехали на центральную улицу, то есть, посмотри, какие широкие улицы. То, что можно по две машины даже перед домом оставить. Вот, как вот он, пример у нас есть. Вот, также получается, помимо этого, они продумывают зону коммерции, чтобы у людей было в достатке всего, чтобы у нас там были, все необходимо сразу же было у нас здесь. Это уже построенные, да, домики? А сколько тут всего будет в этом поселке таких домов? В этом поселке будет там более трех тысяч, три тысячи триста вообще там здесь участок, участков. Но по факту домов будет меньше, то есть, по племенным расчетам, порядком около двух тысяч семьсот. По причине, то что некоторые люди здесь берут не по одному участку, а по несколько участков, покупая сразу же. Ну, вот этого всего не было, то есть, видите, это прям целый сектор большой. Вот этого всего не было еще год назад. Год назад здесь было поле, вот как у справа. Точнее, как слева, вот от нас получается, поле, так же получается было все здесь. В данный момент, видите, огромнейший сектор, который построен. И посмотрите, сколько там еще уже строится, сколько уже подушек залито, сколько у нас уже строили, прям целые поля такие. Количество людей, которые работают, количество техники, здесь на самом деле очень все на высоком уровне. Сергей, по застройщику, каков, ну, есть ли риск, что это не достроят? Потому что главное опасение, как правило, у людей, которые вкладываются в стройку, что застройщик обанкротится или просто скроется с деньгами. Таких примеров по России много, наверняка, и в Краснодаре такие были. Вот, что думаете? В данном случае, почему у меня уверенности больше, чем нежели покупать квартиру? Когда вы покупаете квартиру, есть моментальная квартира, которая будет располагаться на каком-либо этаже. Вот, если у вас этот этаж не построился, расстройщик с границей, то вы ничего даже не имеете. Ну вот, в данном случае, вы когда приобретаете здесь дом, у вас земля уже ваша, то есть вы оформляете на себя землю, вы являетесь полноправным собственником данной земли. Вот, помимо этого получается, вы также еще делаете строительный подряд. И благодаря этому строительному подраду, как раз, и происходит реализация самого дома. Вот, при приобретении, с помощью кредитных средств, как вот тогда делали вы и я, вот, деньги пересчитаются застройщику не разово всей суммой, они переселяются траншами, то есть деньги блокируются как разки на счетах, и получается, потом аккредитивы раскрываются, и деньги уже пересылаются застройщику. То есть, последний транш денег застройщик получает только тогда, когда дом уже сдан, ведем эксплуатацию. То есть, только после этого. Само собой, то есть, ну, понимая все вот эти вот нюансы, как это все сделано, застройщику особо нет смысла сбегать, то есть, это не те суммы, то есть, они получают всю сумму разово, то есть, ему нужно показывать этапы строительства, чтобы у нас следующие там открытия были. То есть, там идет первый этап, это фундамент, второй этап, он как раз делает фундамент, это первый транш идет, потом получается второй уровень стройки, это крыша, возведение, и также постройка там уже самого дома, то есть, ну, это все полностью уже делается. Дом уже, в принципе, он полностью готов. и третий этап застройки, это когда уже полностью делается придомовая территория, ставятся заборы, то есть, ну, и это, это делается так, когда вес, весь сектор сдается, не только один дом, а когда полностью весь сектор уже сдается, как раз к нам уже проводится, после этого газ подключается, когда сектор полностью сдан, ну, и все уже хорошо. После подключения газа уже асфальтируется у улицы, изначально там идет бетонная дорога, по которой так же комфортно, удобно проезжать. По мне, это гораздо выше безопасность, ниже, чем покупать квартиру. Сергей, а кто через вас в основном покупает? То есть, покупают ли это инвесторы или люди для себя? Насколько много из других регионов людей покупает? Если из других, то как происходит покупка дистанционно? Я занимаюсь недвижимостью не только в качестве инвестиций, то есть, я также помогаю людям и купить для себя. Вот, и в принципе покупают и инвесторы, и для себя. Но инвесторы покупают только те, которым я рассказываю, потому что ко мне, ну, скажем так, не приходят инвестора, которые хотят купить дом с таким запросом. Мало кто об этом думает и знает, что есть такие возможности с заработком. Как правило, это люди, которые рассматривают именно недвижимость для себя, а то они и покупают. Вот, а инвесторами некоторые параллельно становятся. Вот, покупают для себя и еще один дополнительный для перепродажи. Потому что, видя, насколько разница цена с квартирами, как бы, это прям сам Бог велел. По поводу покупки получается удаленно. Да, без проблем. То есть, сделка удаленно делается. Есть, конечно, свои определенные трудности в данной сделке, есть определенные нюансы. Но, в целом, скажем так, схема уже отработанная. То есть, не единожды покупали, то есть, не единожды все реализовывали. То есть, проблем никаких нет. Я беру на себя полный цикл инвестор. То есть, я отвечаю, как и при этапе выбора участка, который немаловажный этап. Потом, отвечаю, также получается, дополнительно помогаю. То есть, на этапе посадки самого дома на участке. Это тоже немаловажный фактор. Нужно правильно разместить, чтобы потом это было ликвидно при перепродаже. Вот, и также и планировки самого дома. Потому что, это не просто стандартная планировка. Вы же можете сами распланировать абсолютно весь дом. И советчиков много. Но, скажем так, те планировки, которые потом востребованы при перепродаже, я их знаю. То есть, я знаю запросы как раз-ки конечных покупателей. То есть, я понимаю портреты конечных покупателей, кто в каком коттеджной поселке будет брать. И, само собой, под этих, скажем так, конечных потребителей и подстраивают данные варианты сразу же. Тем самым, делаю максимально ликвидные объекты, максимально хорошие. А по поводу плюсов, получается, почему именно коттеджные поселки, то есть, почему не просто частные дома. А в коттеджных поселках строится полностью все благоустройство. То есть, там не делают, они просто дома, они строят как раз-ки среду обитания. То есть, там делаются тоже так же и садики, и школы строятся. Вот данный застройщик, он напополам делает. Он говорит, один садик я построил, второй садик, получается, после администрации сам делать. То есть, это, ну, скажем так, дополнительная помощь, чтобы люди, которые там начали жить, у них уже был садик рядом, в котором дети могут там пойти и также получать свое первое образование дошкольное. Вот так же школы получается рядом есть, либо они есть, либо они строятся. Вот этим хорошо коттеджные поселки. Коммерция есть, что очень немаловажно, потому что основная проблема, как раз-ки, когда ты переезжаешь из квартиры в дом, это отсутствие того, скажем так, удаленность от цивилизации. И в коттеджных поселках это все нивелируется теми способами, которые они задействуют. Поэтому в этом плане ты действительно живешь и в своем доме, в то же время ты в гуще событий. То есть все необходимое, у тебя все рядочком, все доставки работают, все классно, все хорошо. А зоны пятерочки, магниты, валберси, все у тебя есть прям по домам. Также получается различие школы, обучалки, спортивные секции, там очень приветствуются, там несколько спортивных школ и бокс, и джидо, и все остальное. В этом плане как раз-ки, застройщик очень это поощряет и дополнительно, как это, я так понимаю, вера, это субсидирует. По покупке получается удаленно, то есть, как я сказал, определенные нюансы все равно имеются, то есть, ну, уже нашли способы, как это максимально хорошо делать. То есть, я помогаю с выбором, а также, помимо этого, присутствуют сделки. Мои ипотечные специалисты и занимаются открытием ипотеки, потому что, зачастую, ипотечные брокеры и застройщика, они, как правило, всегда заняты, то есть, у них там очень много работы, и они не смотрят так пристально каждого клиента, не рассматривают. Мои же ипотечные брокеры досконально проверяют каждого клиента. Они смотрят, как нужно подать, в какой банк, как это все преподнести, или какие моменты нужно обыграть. Они полностью все это делают, и тем самым, я добиваюсь одобрения в разы выше, нежели чем ипотечный брокер как раз-таки застройщика. А это очень важно, потому что далеко не каждый банк работает, скажем так, со стройкой на ИЖСе. Всего такие сделки, в принципе, начались, чтобы купить дом в стройке, то есть, на ИЖСе. Такие первые сделки у нас проходить начали буквально в первом году. То есть, первая сделка по Краснару там прошла у меня. Сделка была довольно-таки долгая, много что было непонятно. Но, тем не менее, уже все шикарно. То есть, уже процесс полностью отлаженный. И, само собой, чтобы ни в коем случае не было такого, что банки, которые нам нужны, все отказали, и теперь нет возможности просто приобрести, я задействую только своих ипотечных экспертах, чтобы они открывали ипотеку. Помимо этого, они также участвуют на сделке, то есть, как правило, они приходят банками со мной, проверяют дополнительно ли мне помогать документы, чтобы все было хорошо, чтобы все было правильно. Ну и, как правило, во многих случаях я являюсь поручителем у своих клиентов. То есть, я, как доверенное лицо, прихожу в банк и за них подписываю документы, при этом сличая документы, которые изначально банк заранее отправляет клиенту на изучение. То есть, я их сличаю вместе, и после того, как дается одобрение, само собой, я эти документы подписываю. То есть, ну и человек становится членом, обладателем классного инвест-проекта. При продаже дома, вот в какой степени, то есть, поможете ли вы мне найти клиента на продажу, вот как это будет происходить, когда я буду выходить с этого? Да, конечно, то есть, я веду полностью цикл, то есть, я занимаюсь не только покупкой и продажей, поэтому я очень пристально отношусь так к покупке, потому что я понимаю, что мне потом данный проект и продавать. То есть, если на этом этапе халтурить, то само собой на втором этапе ты сто процентов столкнешься с трудностями. То есть, это в первую очередь и моя задача, чтобы проект был максимально ликвидный, чтобы это была легкая, быстрая продажа. И опять-таки, нам помогают в этом плане коттеджные поселки, потому что плюс-минус есть стандартные планировки, и можно с трех вопросов уже понять, что за дом и примерно, как он находится. И если ты как раз-таки берешь тот проект, который максимально ликвидный, как бы саму планировку дома, сам проект дома, то само собой это гораздо легко продать. Ну, это так же продать, как квартиру, потому что что такое коттеджное поселок, когда сразу взяли многоэтажку и просто положили ее на землю. То есть, и вот они как раз-таки планировки разбросаны там по земле. Поэтому продавать так же легко, как квартиру. Не нужно год ждать, как стандартная продажа какого-нибудь дома, потому что ты сделал крышу за 7 миллионов, и кому тебе нужна эта семискатная крыша. Вот тут такие проблем не бывает. Сергей, а кто основные конечные покупатели, кто будет жить в этих домах? Это кто? Это жители Краснодара переезжают за город или это все-таки в основном кто мигрирует сюда с более северных регионов? На самом деле это и те, и те люди. То есть, у нас получается и высокая миграция в городе, потому что все буквально недавно, то есть, нас признали городом миллионником. Я помню, там как раз-таки праздновали, там хорошо отметили день города. Вот недавно прошла перепись, и у нас уже как бы миллион семьсот. Как бы мы подросли, да. То есть, ну, если про это по тенденции, на попросетное соотношение прироста, мы обогнали и Москву, и Питер. То есть, по количеству, конечно, не обогнали, там по 250 тысяч каждый год приростает, но тем не менее, как бы, мы очень-очень быстро растем, то есть, миграция довольно-таки высокая в город идет, потому что все-таки тепло у вас, так что я скажу. Да, да. Климат, он играет роль. И настроение даже радостнее, когда едешь, а тебе солнышко улыбается. Да, это есть. Так, кто в основном покупает, то есть, это местные или и много ли тех, кто приезжает, вот именно, покупает дома себе, кто приезжает из других регионов? Это и те, и те. То есть, это и местные люди, которые как раз с кем расширяются. Они, многие сейчас переезжают из квартиры на дома, потому что, ну, после пандемии, когда люди посидели дома проложительное время, они поняли то, что, ну, все-таки жить в квартире гораздо хуже или неже, чем жить в доме. Поэтому, покупают как и местные, покупают, так и приезжие. По соотношению, я думаю, даже 50 на 50. Ну, может быть, даже приезжие чуть побольше, потому что, в принципе, спрос, то есть, как бы клиентов на рынке довольно-таки много приезжих. То есть, за счет этого, может быть, и процентное соотношение чуть побольше, конечно, приезжие. Но так, в целом, это, скажем так, универсальный вариант, как бы, абсолютно для всех. Сергей, а вы сами вот в эти дома инвестируете ли? Да, конечно. То есть, а также получается абсолютно те кейсы, которые я кому-то советую, то есть, я их, в первую очередь, разрабатываю для себя. То есть, это, само собой, первоочередное, как раз, кинозначение. А в дальнейшем, получается, эти варианты, то есть, я также могу расследовать уже другим. То есть, не проблема поделиться кейсом, когда я уже все изучил и сделал полный анализ рынка, то есть, потратил на это там достаточно времени и сил, как бы, ну, я уже все знаю, то есть, не проблема так же поделиться. Карма есть, мне прибудет, потом что-нибудь будет плюсом. Вот, также, помимо этого, кейсы, которые я разрабатываю, это не стандартные инвест-кейсы, потому что 22-й год, он будет сложный для инвестиций в недвижимость. Это не как 21-й, когда можно было купить что угодно, и это все в цене подорожало, и на это можно было заработать. Сейчас, как раз-таки, и проявляются вот такие инвестора, ну, скажем, такие эксперты по недвижимости, как я, они востребованы, потому что сейчас, ну, непонятно, куда вкладываться, где-то цена растет, где-то застыла, где-то, наоборот, стагнация идет, как бы, и что правильно выбирать, то есть, это сложный вопрос. Я же нахожу те варианты, которые по определенным триггерам будут расти выше стандартного роста, как здесь, то есть, ну, тут очень, это, ну, несколько форматов, из-за чего это будет, как я сказал, это, во-первых, приток населения довольно-таки хороший, также получается соотношение цена квадратной метро квартиры и дома, то есть, она разнится, и дом дешевле, вот, ну, само собой, это будет исправляться, рынок будет корректироваться, то есть, это будет рост выше, явно, чем стандартного. Есть еще другие варианты, куда и проинвестировать, есть и другие города, и в Москве, мы также с вами, получается, вот нестандартным способом квартиру взяли, тоже-то очень хороший вариант, то есть, в данный момент и застройщики хорошие скидки дают, и ипотечные программы различные есть, вот, буквально сейчас с одним из наших коллег, проводим сделку, покупаем квартиру в Москве для отделения на студии, очень классная квартира, причем, мы покупаем семейную ипотеку под 1% годовых, и это просто, ну, шикарно, то есть, вы понимаете, то есть, насколько дешевые деньги, это 1% годовых, это можно сказать, бесплатные деньги, вам просто дали, берите, пользуйтесь, вот, само собой мы маржинально собираемся это максимально делать, и те инвесторами, которыми я работал, сейчас кто-то, кто-то работает на появление детьми, чтобы семейную ипотеку как раз делать, вот, а кто-то уже рассматривает продажу своих готовых проектов, как готовый бизнес, по, ну, хорошей прибыльной цене, приобретение вот таких вариантов, и потом их оставлять на себя уже на долгосрок, потому что, ну, я бы не знаю, мне бы, мне кажется, сердце бы кровью обливалось, если бы я продавал бы квартиру, которая мне хороший доход приносит, я бы понимал, то, что у меня еще под 1% ипотеки на весь срок и ретавание, это, это бы, да, был бы удар для меня, мне кажется, вот, поэтому есть такие варианты, то есть, можно заходить, можно рассматривать, также с рассрочкой есть хорошие варианты, то есть, есть застройщики, которые дают рассрочку, ну, вот как вот мы с вами проект реализовали, причем есть застройщики, которые рассрочку дают даже более трех лет, и в данный момент заходить в какой-то инвест-кейс, который будет реализовываться через год, я не верю, что будет доход какой-то большой, потому что, в целом, я скорее всего склонен тому, что рост недвижимости в этом году будет немного выше, там, инфляции, это будет, может быть, 13, может быть, до 15%, я думаю, ориентировочно, вот, а следующий год, в любом случае, как раз-таки, уже начнут цены подрастать, потому что, количество выданных разрешений, оно даст о себе знать, и все равно, спрос будет, все равно будет это выгодно, вот, ну, и также деньги, которые застройщики берут, то есть, опять, это стандартно, вот, от многих сейчас слышу, почти, от каждого первого, все говорят, то, что ключевая ставка растет, и, само собой, сейчас нет смысла брать, вот, ставки будут только выше, то есть, ну, рынок будет слопываться, все остальное, ключевая ставка растет же не только для нас, как для, конечно, потребителей, ключевая ставка растет же, и дали застройщиков, они же тоже берут деньги у банка, и они же тоже берут по другой ставке, они же тоже коммерческие организации, они не созданы для того, чтобы делать добро людям, ну, они это делают, конечно, то есть, но это не основывается на значение, это все-таки коммерческая организация создана ради прибыли, взяли подать определенный процент, ну, если раньше брали по 3%, а сейчас, наверное, по 10%, они же это будут закладывать стоимость квадратного метра на выходе, тоже будет цена растет, поэтому я считаю, что все равно, можно и сомневаться, также вкладывается недвижимость, но к выбору нужно подходить очень досконально, потому что, а бы как, и это можно прийти к тому, то, что у вас будет год в квартире стоять, и, либо другой инвест проект, где там год вообще ничего не заработать, только в минус пойдете. Друзья, я завершаю мой визит в Краснодар, провел целый ряд встреч, вот съездили, посмотрели объекты, хочу узнать ваше мнение, что вы думаете по этому проекту, я буду показывать, как через год, соответственно, что из этого выйдет, насколько считаете реальной схему, какие видите риски, я вижу, ну, первый главный риск, наиболее опасный, это недострой, что эта схема, что застройщик не достроит нормально, вовремя, и все схлопнется, это первый риск, второй риск, как бы некачественная стройка, но здесь это, безусловно, это не дома там элитного бизнес-класса, это эконом-сегмент, сильный эконом, и построенный в, соответственно, эконом-формате, но за свои деньги это выглядит интересно, третий риск, это то, что не удастся продать с той наценкой, которая получится, но здесь я считаю, что риск того, что цена еще и снизится, он невысок, в общем, напишите ваше мнение, насколько вам интересно, в принципе, чтобы я показывал какие-то вот свои проекты, если хотите, можете задать вопросы Сергею, который вот меня возил, показывал, я дам контакт, и расспросите детально, если что-то интересует, в общем, пишите ваше мнение, удачи, я вылетаю в Москву. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!